Творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяна Салмановна Мактун в Сайфе. Я только хотела помедитировать, знаете, вот открыла, открыла балкон, думаю, сейчас там погуляю, помедитирую, подышу свежим воздухом на моем балконе, и тут я увидела пятерых мужчин. Просто смотрю еще, как свет падает, знаете, немножко надо, наверное, что-нибудь как-то вот там будет более красиво. Думаю, как-то нужно что-то такое красивое. Ну, ладно, пусть пока так будет. Вот, как говорят, бойтесь своих желаний. Я читала в этих умных книгах, знаете, такую фразу, бойтесь своих желаний. Вот, ну, что сказать. Татьяна Салмановна, как вы прокомментируете, вот. Далее анонс. Я посмотрела вчера, вернее, да, вчера, сегодня, сегодня. Ночью я смотрела, это сериал, девятнадцатую, двадцатую серии, между нами девочками, вот. Там, в общем, героин, я вам там, я загрузила сериалы, минуты, которые надо посмотреть. В общем, что сказать. Когда я поняла, что идите к теме, вот такая определенная философия, когда ей плохо, она смеется или поет. В общем, да. Кстати, я там, знаете, когда была в психиатрической больнице, в Варсково-Степаново, я тоже, знаете, им там пошутила, я им сказала, так можно сразу там-то на мужское, на мужское отделение, не на женское, а на мужское. Что же там мелочиться, вот. Да я так и сказала. Так что вот. Ну, а потом я попала в Кащенко, на третье отделение, где было и женское, и мужское вместе. Вот такие вот слова. Хочешь верь, хочешь не верь. Бойтесь своих желаний. Только я вот одного не могу понять. Вот в этих умных книжках так вот пишут. А что по поводу того, я же сняла больше 20 тысяч видео, больше 6 тысяч видео, это привела на два мои канала YouTube, Татьяна Салмановна, Мактун Сайфуде, на русском, на английском языке. И я не знаю, раз 100 или больше я сказала, что я жду мой грант, 10 миллионов долларов от Бакшира Хатовой Фундейшн. Это что, я даже не поняла. Я должна была 100 раз получить этот грант. Так что здесь как-то вот что-то не то, что-то не то. Я даже не поняла по поводу того, бойтесь своих желаний. Судя по всему, если я столько раз много рассказала, я должна быть уже, знаете, вот это вот, миллионерш. А сериалы, правда, интересны между нами девочками. Мужчины уже расходятся. Мужчины расходятся. Тусовка разошлась. Мужчины разошлись. Ну, чтобы меня не смущать, то, знаете, вместо того, чтобы делать книжку о молитве, я еще буду на них смотреть. Вот это вот. Мне решили разойтись. Мне еще немножко утеплиться надо. Сейчас я их утеплюсь. Пончи-пончи. Поскольку, знаете, прохладно. Ну, немножко прохладненько. Не знаю, она уже свою книжку почитала. Вообще, подумала-подумала, посмотрю на облака, помедитирую, понаслаждаюсь собой, природой, жизнью. Ну, энергия Афродита. Вообще, там посмотреть какие-то вот эти вот... Это нужно там. У меня в гранд-ресторан, на моей кухне. Там у меня большой компьютер. Там нужно, надо будет, знаете, более подробненько изучить материалы. Вам показать самой тоже, в общем, эти ванны, всякие глиопадры с маслом, это с молоком, все такое. Всякие энергии. Я не являюсь специалистом. Я учусь. Я очень много... Так, школа очарования есть такая. В общем, школа очарования, с теми, медитация, я красивая. Вот. Много всего интересного. Сейчас я пончи, пончи-пончи еще утеплюсь. Я не знаю, какой кончик, чтобы он не повезло. Я не знаю, подойдет сюда, подойдет сюда такой яркий, такой яркий. Для другой, для другой сейчас сделаю. Сейчас я candles пок对, как jugar в этой seen. Я не знаю, как перен 12 �ine-с om Vall. Это Ian. Я взял торше картон. Я перебываю д elleю для маленьких. Они первой картон. Сегодня мы увидимся. Вот. Подойдет. Я mudar. Я прочитаю. Люди. Я яркий вид. Ну, знаете, погода такая особая, не супер жаркая, поэтому все-таки одену. Здесь нужно немножко, знаете, как это говорят, какую-то такую штучку, в том смысле, что очень сильно я открыла такая видеосъемочка немножко. Ну, так, в принципе, тоже так красивенько, правда? Красивенько получается. Ну, что, «Наука быть богатым и великим» – одна из книг моей библиотеки. Ксена Салмановна Мактум, «Сайфу Диндья». Вот, это книжка моя, которую я написала, «Тайная психология денег. Секрета богатства и процветания». Ох, ну что, есть у меня настроение читать эту книгу или нет? Почитаю, наверное, отрывки из моей книги. Отрывки из моей книги. Тут полистаю. Ну, что, страница 231-я. Что еще можно посоветовать сделать интересного, увлекательного и полезного? Меня восхищает пример известного голливудского актера Джима Керри, о котором мы уже говорили в главе о позитивных настроях и аффирмациях. Так вот, Джим еще в начале своей карьеры, будучи никому неизвестным и мечтая стать знаменитым и очень богатым, делал следующее. Он выписал чеки на миллионы долларов и раздавал их своим знакомым, а также выписал чек на 10 миллионов долларов на свое имя. И, кстати, как раз первым большим чеком на его имя за съемки в фильме был чек в 10 миллионов долларов. Каково? Так что вот. Станьте дающим, делитесь другими. Помните, что когда вы делитесь, даете другим, тем самым вы заявляете миру и самому себе, что денег у вас больше, чем достаточно. И когда эта мысль укореняется вашим подсознанием, вы сможете иметь все, что пожелаете, любые блага и количество нулей на вашем банковском счету. Все для вас станет реальностью. Когда вы делитесь с позиций благодарности и изобилия, это умножает то, что вы отдаете и привлекает деньги в вашу жизнь. Это страница 236 моей книжки. Ну и давайте про любовь. Наполните ваше пространство любовью, станьте источником света и добра. Пусть ваши слова и мысли будут энергетически наполнены радостью и счастьем. И вы увидите, как изменится ваш мир и ваша жизнь. Расширяйте поле доброты, любви и сострадания. Внушайте себе, что вы всесильны. Создавайте вокруг себя ауру любви и блаженства. Так, знаете, как я в одной книжке тоже читала про эти концлагеря. Там, знаете, ну, по-моему, он не выжил, но у него ты. Знаете, там было, я читала или смотрела я по ютубу, по-моему, я читала. Ну, точно не могу сказать, то ли я по ютубу смотрела какую-то передачу, то ли я в книжке читала в какой-то, вот, как там, один мужчина с мальчиком, с своим сыном попал в немецкий концлагерь. Вот, и он своему сыну объяснял, что это игра такая. Я точно не помню, точно не помню, кто из них выжил, но, по-моему, его сын точно выжил. Я не помню, выжил ли этот мужчина. Это определенная философия жизни. Это были евреи, вот, и это была такая определенная философия жизни, чтобы как-то в совершенно ужасающих, трудных, невыносимых условиях, в общем, выжить. И он вот так вот придумал. По-моему, это фильм. А это фильм я смотрела, фильм. Так что вот. И так же, по-моему, я помню, там, это вам в этом фильме было. Это был уже конец войны, или уже наша армия подходила к этим концлагерям, вот, и они уничтожали всех этих, как скажем, этих пленных, что-то там, что-то вот какая-то вот такая была история. Но я помню, что я это запомнила, поскольку это имело, знаете, такой вот этот позитив, что этот мальчик, он выжил. Это мальчик был, я не знаю, там, типа, школьник младших классов. И этот фильм я, кстати, тоже смотрю сериал «Между нами девочками». Я смотрю, там, вот эта женщина, знаете, как бы сказала, как бы сказала Светлана Ермакова, такая девушка на пенсии, да? Такая семья, девушка на пенсии, потом ее дочка и внучка. И из всех этих трех персонажей колоритнее всего эта девочка на пенсии. Как она одевается, эти наряды, в общем. И такая она, вся харизматичная. Хотя эта актриса в других фильмах, она по молодости, как бы, не очень пользовалась, знаете, какой-то популярностью среди мужчин. Ее показали в другом фильме, я вам уже говорила об этом, что как бы мужчины считали, что она просто какой-то крокодил. Но будучи, понимаете, вот как она за собой ухаживает, следит, наряды, прическа, волосы покрашены, макияж. И философия у нее такая, она всегда такая вот позитивная. Ну, в общем, можно сказать, да, вот у нее такая философия, как она показана вот в этом фильме. Я, кстати, дальше стала с этим смотреть. Она решила за этого мужчину выйти замуж. И решила, они там же втроем живут, вот в этой большой квартире. И она решила эту квартиру, что нужно продать, чтобы для дочки и внучки, которые выходят замуж, чтобы им квартиры. Вот. Я, честно говоря, буду дальше смотреть сериал, но считаю, что это, конечно, в принципе, ошибка. Потому что будучи, например, в общем, на даче, когда, знаете, вот в этой одной серии на даче, вот, они там пригласили соседей, она там решила для них, такая вечеринка, она решила для них спеть, а эти люди, конечно, такие дачные, они этого не поняли. Они под баян, у них своя музыка. Они стали петь под баян, ее особо не поддержали, и она сразу уехала. Вот. Она не осталась. Ее это задело, ей это не понравилось, она уехала. Вот. И отрона смекнулась, и они квартиру вот так вот продадут, и она будет с ним жить, если мало ли что, куда она пойдет. Так что, вот, так интересно, в общем, такие моменты обсудить тоже. Ну, женщина просто, знаете, такая, очень харизматичная, очень надо, в сериале в этом, очень харизматично показано. Так. Ну, с другой стороны, я думаю, что, знаете, будучи, знаете, она показана такой вот этой актрисой, как бы, жанра, в общем, певица. Знаете, она же показана вот такой певицей романцев. Да, это же люди, которые любят выступать на публике, считают, что вот такая актриса, знаете, вот на сцене выступать. То есть, и себя она позиционирует, как актриса. И, в принципе, и по жизни тоже она себя так вот позиционирует. А такого, конечно, не хватает ни ее дочки, ни ее внучки, они такие более, они живут просто так хорошо, но они такие более обычные, чем вот она. А у нее она вот такая в жизни, понимаете, наряды эти постоянные, эти шляпки вообще, она всегда хорошо выглядит, даже с утра к завтраку. Понимаете, она уже накрашена, она уже с макияжем, с прической, на красивой одежде. В общем, это что? Любит себя, заботится о себе. Это вот об этом. Ну, не знаю, будет ли у места, я, знаете, я здесь вот пишу про лифт, те люди, которые, знаете, определенные, то есть, будет ли у места как-то сравнить, смотрите, здесь про меня тоже написано, я там в книжке Норманта Винсента Пилла это сделала. В одной из своих книг Норманта Винсент Пилл пишет, что как женщина застряла в лифте и позвонила диспетчеру, а тот ей говорит, мадам, вы не бойтесь, мы скоро починим лифт. Я не боюсь, я не одна, ответила она. А когда дама вышла из лифта, и в нем больше никого не оказалось, на вопрос, как же так, вы сказали, что не одна. Она спокойно ответила, со мной был Бог. Замечательно, правда? Просто это, я тоже понимаю, такая, знаете, ну, это немножко, конечно, с религией связано. Это такая, знаете, такая вот, определенная философия людей, которые попадают в какие-то, какие-то такие вот эти ситуации. Они сразу как-то вот соображают, понимаете, вот, да, все там, а вот мало ли, понимаете, такое закрытое пространство, вот. И, а у них, знаете, ну, может быть, на подсознательном уровне сразу идет такая защита внутренняя, что нет, нет, бояться я не буду. А если, например, это верующий человек, то я какие-то книжки читала. Она сразу такая, да, да, все, со мной Бог. Так что, вот. Я, конечно, не могу утверждать, может быть, это более какое-то глубинное вот это вот понятие, вот. Я просто так вот предположила, я так понимаю, что, наверное, это был такой не единственный случай, как вот здесь вот описано. Я думаю, что в мире, знаете, мир большой, и ситуации разные, и огромное количество людей. Так что, вот, я просто немножко, как бы, так вот предположила. Ну, сравнить ее с мудрецом, знаете, который останавливает, знает, как останавливает состояние, как бы я не решаю сравнить ее с каким-то мудрецом. Просто, знаете, да, эти люди, которые владеют знаниями, они как-то вот, владея собой, они могут, понимаете, такие состояния свои, как бы, властвовать, знаете, как там, властвовать над собой. А дальше уже можно там и петь в лифте, и еще что-нибудь там такое. Ну, кто петь может? Дело в том, что я предполагаю, что когда лифт останавливается, там темнота возникает. Мало того, что пространство маленькое, так еще и полная темнота. Так что думайте о прекрасном, концентрируйтесь на положительных моментах, говорите о хорошем, смотрите на красиво, совершайте добрые дела, и ваша жизнь преобразится. 176-я страница моей книги «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания». «Сегодня я начну свой день с благодарности. Я вношу мою благодарность за все, что имею, и за все, что меня окружает. А это значит, что моя жизнь с каждым днем будет становиться лучше и лучше. Сегодня я буду благодарить себя, благодарить людей, все события и саму жизнь. Сегодня я все буду делать с любовью и на все смотреть глазами любви». «Мои слова будут нести только благо и радость. Я буду благословлять всех и посылать любовь каждому человеку, который встретится на моем пути. Сегодня я буду говорить искренние комплименты всем знакомым и незнакомым мне людям. Сегодня я буду дарить любовь и радость всему миру». «Страница 173 моей книги. 171. Благодарность – это ключ. Благодарность – это ключ, который открывает каналы духовного измерения и путь в мир процветания и богатства. Благодарность приближает все хорошее, все желаемое нами. Человек с благодарным и добрым сердцем всегда будет процветать и притягивать к себе прекрасных людей и счастья. «Благодарите» и вы станете своеобразным магнитом, притягивающим добро, изобилие и процветание. 169. Моя страница. «Сердце, наполненное благодарностью, способно творить чудеса. Пусть благодарность станет частью вашей жизни». «Благодарность находитесь. П полезность тому, что она должна физическую жизнь». Проходя мимо дорогих машин, домов, тех вещей, которые вы хотели бы иметь в своей жизни, радуйтесь богатству и процветанию и говорите, как это великолепно, как это прекрасно, как это здорово и красиво. Все красивое, дорогое, комфортное – это созданное для меня. Я достойна таких вещей. Просто Татьяна Салмановна Мактум Саифудин хочет вам сказать о том, если в следующий раз захотите как-то со мной поговорить, пообщаться или, знаете, что-то мне такое, знаете, начать меня учить, что, наверное, я недостаточно читала книгу «Секрет» или я чего-то не знаю, поэтому у меня хамера нет. Сначала подумайте, хорошо ли вы изучили этот материал и чего вы сами достигли в этом. Ну, такие вот дела. Если вы мне, конечно, хотите позвонить и сказать, что вы, например, учились, прошли личный тренинг у Энтони Робинса, посетили его семинар, занимались по его системе, Энтони Робинса, и это вам помогло, вы были никем, вы стали миллиардером, миллионером, вы чего-то такого достигли, финансового успеха. Это другой вопрос. И то, здесь нужно рассматривать все индивидуально. Так что вот, какая была там изначально исходная позиция. А если так, то не надо, проходите или молчите. Я с вами, в принципе, вообще не собираюсь общаться на какие-то такие темы. Тем более, выслушивать какое-то там что-то такое непонятное. Тем более, если вы читали мой лайф-джурнал. Давайте посмотрим. Все, как хотите, которые твои, как только там конечно. Col家, как и так. А те люди, кто богатые, успешные, преподают личностный рост, мотивацию, они богатые, успешные, они пишут книги, у них семинары, такие люди не будут там, успешные, богатые, звоните, что-то там это говорить, обсуждать или в общем, у них времени такого нет, они свое время ценят, их время деньги, зачем они будут кому-то еще звонить, зачем, когда звонят им, интересуется их система и методика, их время стоит денег, как время Тони Робинса. Станьте личностью, смотрите вперед и идите с высоко поднятой головой улыбкой, не бойтесь быть не таким, как все, верьте в себя свою уникальность и все двери будут открываться перед вами. Субтитры сделал DimaTorzok Я вот уже думаю, что я не достигла таких высоких высот, понимаете, и не заработала огромных денег. Юрий Анатольевич очень любил меня с Белоострова, с железнодорожной 20 звонить и спрашивать, там как у тебя дела? Ну ладно, ты отдыхай. Татьяна Салмановна вот здесь вот отдыхала, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Восемь лет отдыхала вот в этой комнате. Я вот здесь живу 30 лет, 25 лет постоянно. Вот в этой комнате, с балконом. Вот он меня названивал. Десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый и шесть лет. Пять с половиной лет. Уедет в Белоостров, он же с железнодорожной 20, а мне названивают. Это молча названивает, он пару дней назад уехал. Отдыхать в Белоостров. Имея неизлечимое заболевание, так что вот. А потом смотрю, таскает вообще этими сетками картошку, таблетки не принимает. Ну, сказать мне ничего не сказал. Я так подумала, что он излечился, наверное, от этого неизлечимого заболевания. Просто энергетика такова. Там, знаете, сколько, знаете, как там, вот энергия, да? Если она как-то вот это вот убывает, она должна восполняться. А если она куда-то убыла и не восполняется, куда же она убыла и зачем? И на какие цели? Вот в чем вопрос. Просто мне это напомнило, знаете, вы там это от меня отдохните или отдыхаете, как это было сказано. Вот, вот, сетяна Салмана, очень интеллигентная, знаете, такая я вот, такая вот, такая вся добрая, любящая, интеллигентная. Сейчас телефон звонил, номер 495, там какой-то номер звонил, я не подошла. Потому что с незнакомых номеров я не жду, с незнакомых номеров я не жду звонков. Так что вот, надо еще застереть этот номер, сейчас давайте посмотрим, вам скажу даже какой-то номер. Ну да, а собственно, а собственно, че он звонил-то? Ну а ничего? А вы не видели, я здесь там вот эту уборочку, вот занималась уборочкой, балкон мыла. Это видео вы смотрели, там где-то, наверное, оно на час-пятнадцать минут. Немножко тут там матом ругнулось, тут мне надо было мебель передвигать, немножко так это ругнулось. А кто же это? О, неужели это Татьяна Салмановна? Да что вы! Да не может быть! Ну чего вы там? Нажимаете тюти-тюти, пути-пути, нажимаете? А что ж вы там не нажали трехчасовое видео? Вы постеснялись? Вы посчитали, что это такая волшебница-кудесница-принцесса? Вы как-то нажали, перезагрузили себе это видео, а трехчасовое не стали? Так что вы! Я вам там загрузила трехчасовое видео и такое небольшое видео, минут на двадцать восемь, да, сколько там? Двадцать восемь минут позитива со мной, с Татьяна Салмановна, я могу на сайт будет. Так что вы! Может я сегодня подушин смывала, смывала, в общем, вот это вот. А что хотели-то? Вот хотели вот. Можно нам немножко, мы вот это, знаете, типа, мы там автоматы, вот это все такое, а можно нам быть такой вот. А кто это? Специально показываю. Ну что, какой тут номер звонил? 7, 495, 100, 139, 08, 37. 129 или 139. Ну, в общем, какая разница? Ну, какая разница? Конечно, не буду. Я помогаю себе. Я хочу быть процветающей, я помогаю себе. Так что вы! Огромное количество действий, я вообще уговорила. Я вам показываю видео на моем странице ВКонтакте, загружаю. Татьяна Салмановна через дефис, Мактул Сайк, будем через дефис. И, пожалуйста, там, Энтони Роминс, и Наталья Правдина, и Боди Шейфер, пожалуйста, и многие другие, учитесь, как говорят, учитесь, достигайте успеха. Ирина Хакамана, он в семинаре, пожалуйста, платите, ездите, работайте над собой. Мирзакарим Нарбеков. Начните, добейтесь, а мы посмотрим. Так что вот, процветающий человек, это человек, который богат и имеет деньги. Да, но не только. Это человек, который живет в гармонии с собой, с окружающим миром. Он здоров, счастлив, успешен и имеет время наслаждаться своим процветанием. Так что вот. Наработанная энергетика может быть пополнена эквивалентом денег, сколько это стоит. Если эта энергия потрачена и не восполнена, она утекает. Вы знаете, как это? Ну, не буду вам, как там это долго-долго объяснять. Так что вот. Наработанные таланты и энергия, вот. Тем более уникальное творчество и работа должна быть оплачена. Восполнена эквивалентом денег. Денежная энергия. А если не восполнена, то это слишком сильно ощущается. А это совершенно не надо. Это никому не интересно. Кто же хочет работать бесплатно? Так что. Вера это осознание того, что есть могущественная сила, которая создала этот мир. А также каждого человека. Она знает и может все. Способна всегда помогать нам. И все, что нам необходимо сделать, это обратиться к ней за помощью. И действуя через наши мысли, слова и воображения, она будет помогать нам творить нашу судьбу. Так что вот. Эта страница, 21-я моей книги. Читаю отрывки. С моей книги. Сила мысли, это единственное, что находится под полным, безусловным контролем самого человека. Этот поразительный факт подтверждает нашу тесную связь с вечным разумом. И здесь ждется эта связь на вере. Наполеон-Хилл. Но Наполеон-Хилл, я бы, знаете, поспорила с Наполеоном-Хиллом по поводу вот этого, так скажем, его. Ну, в принципе, по обычной жизни так оно и есть. Ну да, если не учитывать Всевышнего, Создателя Неба и Земли, Которого Он подвласт на все. Так что вот. Здесь такая очень книжка. У меня была такая книжка очень интересная. Откуда приходят наши мысли? Я все ее не читала. Вот книжка такая очень интересная. Такие там некоторые вопросы. Откуда приходят мысли? Знаете, уже прохладненько. Или надо как-то более утеплиться, знаете, как-то. Или, в общем, это... Ну, танцы не особо заниматься. Вот это я уже как бы... И воздухом подышала. Все, на чем мы концентрируем свое внимание, умножается, увеличивается, растет. А то, что мы лишаем своего внимания, блеклит и исчезает. В нас расцветает то, что мы питаем. Такой вечный закон природы. Это страна третья вторая. Мои книги. Они просто, знаете, немножко перепутали. Я вам, знаете, загружала, еще загружу пару серий. Там, Вольф Мессинг. Так что вот. Просто есть очень большая разница. Я в своей волшебной книжке про эту, как там, просили писать продолжение про эту девочку. Волшебную. Так что вот. Они просто немножко перепутали. Это имени Вольф Мессинг. Который обладал определенным даром, но он всю жизнь хотел, чтобы это как бы... Он хотел, чтобы это изучали и сам хотел знать, откуда это. Он не понимал природы. Он не понимал. Он пользовался этим, но он не понимал природы этого. Так что вот. Может, очень большая разница. Меня часто спрашивают. Есть ли у меня некая формула успеха, которая помогла преодолеть проблемы, доставшиеся мне с детства и обрести фактически все, что только можно желать. У меня есть один ответ, пишет Уэн Дайер. Я верил в Божий закон изобилия и всегда следовал ему в своей жизни. Я создал в уме образ изобилия еще до того, как оно появилось в моей жизни. И помните, процветающий человек руководствуется принципом. Всего хватит всем. И действия такого человека ведут к изобилию и порождают богатство. Он богатеет сам и помогает разбогатеть другим. Действует честно, порядочно и этично. Четкое видение добра и того блага, которое вы сможете сотворить, имея деньги, будут притягивать к вам материальные блага. И чем больше добра вы хотите творить, тем большие суммы вы будете притягивать в свою жизнь. Я глубоко убеждена, что если думать по мелочам, ты так и останешься мелким. Рей Крок. Вот они наверху любят что-то кидать. Я не знаю, что им там иногда так вот будет, что-то такое кидают, что-то такое делают, такое странное. Я даже не могу понять, чем они там занимаются. Человек, чтобы осознать свою гениальность и воспользоваться ею, пишет Роберт Киосаки, Необходимо лишь немного о желании и смелости. Проблема в том, что мы не продаем большого значения своему дару. Мы слишком близки к нему. Большая часть времени он для нас практически невидим. Мы не всегда можем осознать свой дар, потому что стоим прямо в центре него. Мы похожи на рыбу, которая спрашивает, что такое океан, не понимая, что плавает в нем. Из собственного опыта я узнал, что человек, не нашедший способ вернуть свой дар миру, всю жизнь будет страдать от чувства какого-то несовершенства, неполноты. Это как каждое утро просыпаться в пустоте, которую ничто не может заполнить. Он пишет в своей книжке Роберт Киосаки. Я это написала в моей книге на 90 страницах. Вы знаете, что учителя считали Бетховена плохим композитором? Преподаватель знаменитого певца Энрики Карунза говорил, что у него нет хорошего голоса, чтобы петь. Исаак Ньютон учился в школе очень плохо. А Томаса Эдисона учителя считали неспособным к наукам. Тем не менее, это не помешало им стать великими и известными. Потому что обычно эти, как Никола Тесла, вот, а это, в общем, определенного рода, знаете, как это? Видели то, что другие не могут увидеть, вернее, знаете, в своем разуме, как Никола Тесла. Как он говорил, все свои изобретения, я вижу это в голове. То есть он это видел и как бы на практике делал эксперименты. И, в общем, как-то многие из своих вот этих вот экспериментов осуществил. Так что они были очень успешны и много сделаны из таких открытий. Что, в принципе, не относится к каким-то таким вот этим знаниям. Что очень удивительно. Это, я так понимаю, что определенный тип мышления, потому что люди, в принципе, наполненными такими знаниями, они как-то вот знают, что такое как бы не может быть, такого вот не может быть, и даже как бы вообще не пытаются. Но это не значит, что не надо получать знания. Это не значит. Это просто, наверное, какой-то, знаете, факт гениальности. Вон там вертолетик. Ах, вертолет у нас туда летит. Если как-то он сюда движется. Приближается. Но приближается вот сюда, знаете, вот. Видите, как на наш дом летит. Ах, ты красавец. Ах, это красавец. Все-таки прям прямиком сюда. Прям прямиком вывернула. Обратите внимание. Прям прямиком над нашим домом. Ах, красота. Ах, красота. Он как бы не хотел, но все равно он вывернул. Не хотел, но вывернул. Давайте я тогда уже сюда. Покажу себя на балконе. Покажу вам тут заодно вид. Люди тут из магазина с сумками идут. Так что вот. Покажу себя на балконе. Себя покажу без шляпы. Такая, такая просто красота без шляпы. Такая в шляпе. Так что вот. Вы смотрите очередную мою программу. Моей творческой студии. Творческая студия позитивного мышления. Силы позитивной мысли. Татьяна Соломановна Мактум. Сайт Фудин. Они-то, наверное, думали. Я подумала, может и так поставить. Может, знаете, вот так сесть. Как-то красиво. Они-то, может, хотят, чтобы я, знаете, себя показала. Знаете, вот тут. Здесь спа. Про спа. Про ссылки. Небольшие такие видеоролики. Я уже загрузила сегодня. На мою страницу ВКонтакте. Татьяна Соломановна. Она через дефис. Мактум Сайт. Едем через дефис. Также я разгружу на мою страницу Фейсбука. Два мои канала Ютуба. Чуть позже. Так что вот. Сейчас я заснимаю мою программу. Такие вот дела. Такие вот дела. Такие вот дела. Я так всё выключу, чтобы это полнослить. Что такое? Краунь. Такая красотка. Эту штучку я засниму. Пончо. Это пончо-пончо я засниму. Посмотрю бабли, чтобы себя ещё красиво заснять. Посмотрите мою программу. Творческая студия. Позитивного мышления и силы позитивной мысли. И затем сталманным акту. Сайты. Позитивного мышления. Позитивного мышления. Позитивного мышления. Позитивного мышления. Позитивного мышления. Позитивного мышления. Как в Париж. Так что вот. Кстати нут очень полезно. Знаете я вот покупаю нут. Нут и мою его горячей водичкой. Кстати о полезном питании. Горячим много раз. вымачиваю его в горячем в горячем кипятке и кушают очень вкусно получает ну такой так как карнать как горох мы не совсем как горох так что вы такие вот дела ну что там не нужно прикрыть уже закрыть или может быть я еще буду снимать это у меня лампочкой перегорела перегорела ночью лампочка 2 часа и 25 минут и вырубила автоматы вырубила автоматы так что вот в квартире электрические автоматы у меня щиток на наличной площадке и отключилась у меня автомат отключились и здесь на кухне и в комнате это просто тем самому она хочет сказать что этого опрометчиво опрометчиво закрывали этот щиток и автоматы и рубильник на мою квартиру как там управляющая компания вы зря это вообще закрывали на замок так что татьяна сломала ну вот что вам хочется сказать вы это закрыли на замок когда там было закрыто в августе 2020 года соседи выше этажа у меня затопили здесь был большой потоп блок стока воды меня до сих пор там плесень в комнате ремонтом я занимаюсь давно в моей квартире у меня нижние провода идут у меня лампы стоят и нижние провода так что они должны понимать по технике безопасности и так далее пожарники им объяснят что это может значит это может значить ущерб разместить мне в размере ремонта за квартиру и за всю мою мебель так что вот я вам специально показываю вот мебель по мебель которые у меня в квартире так что в размере стоимости рыночной моей мебели и ремонта на квартиру так что вот это некоторые технические вопросы такие в рамках моего ладжону про карточку кредитную банка Тинькофф я же вам говорила вот так что сейчас кстати посмотрим сейчас кстати посмотрим здесь открою сейчас я принесу эту штучку принесу штучку и на что это все в 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 Продолжение следует... Присула телефон... Продолжение следует... 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 Сейчас мы банк Тинькофф... Откроем там банк Тинькофф... Банк Тинькофф... Личный кабинет... Банка Тинькофф... Продолжение следует... Вообще сейчас я пойду там закрою балкончик... Балкончик пойду закрою... Вот... Продолжение следует... 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 Ну да, вы знаете, как вот они смотрят, как говорится, как сказать, да, когда вот смотрят, вот там-то и скажут, ну да, ну да, мы что, мы посмотрели, но мы как бы и не поняли. Нахрен, а у нас такая жопа будет или нет, мы вообще не поняли. А остальное их не интересует, нет, остальное их не интересует. Их интересует, будет у них такая, будет у них такая подтянутая жопа, или нет. Вы думаете, их интересуют ваши проблемы? Что же заниматься, жопу качать, попу. Вот. Они хотят, чтобы так у них все было, так и такая вот эта уже попа, все. Субтитры сделал DimaTorzok Здесь уже прикрою эту штучку. Вы думаете, их волнует вопрос, что у вас нет денег? Их больше интересует, сколько у них денег, и будет ли у них больше денег, и будут ли у них деньги. Код подтверждения. Код подтверждения уже пришел. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...